Сегодня пруд в деревне Жапкино – излюбленное место отдыха жителей. Трудно представить, что еще несколько лет назад водоем больше напоминал болото. Собственными силами местные активисты Юрий Кушнер и Алексей Русаков очистили пруд от ила и провели благоустройство прилегающей территории. Назвали этот проект «Красота спасет мир» и в прошлом году приняли участие в конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «Облик Подмосковья». Заняли второе место, получив денежный приз в 130 тысяч рублей. «Очистили от мусора, здесь была многовековая помойка. На дамбе сделали переливной стакан, который увеличил глубину пруда на метр. Построили заборчики, построили беседки, построили малые детские формы в виде качелей». Деньги были потрачены на дальнейшее благоустройство. На берегу теперь есть причал и катамаран. В пруд запустили рыбу, а чтобы обеспечить водоем кислородом, установили аэратор. Многие, кто приезжает новый, думают, что это так и было. А тот, кто непосредственно принимает участие, кто здесь местный житель, соответственно, люди как раз и помогают, и участвуют. «Когда-то этой площадки, этого всего не было, было очень скучно. А вот сейчас построили, очень весело, всеми друзьями собираемся и играем». «Это самый лучший пруд. Мне он очень нравится. Здесь все оборудовано, так хорошо». «Нет слов. Мы валялись, а теперь вот он, он нас поднял, поднял. Что Алексей, вот что Юрик. Это невыносимо. Такая помойка была. Ужас». Несмотря на то, что помощников в уборке мусора у Юрия и Алексея не так много, главного они уже добились. «Их неучастие сейчас выражено в том, что они совершили огромное благо. Они научились не бросать его. То есть мы поставили везде ведра, урны. Они уже совершили огромный подвиг над своей волей. Они теперь не промахиваются». Этот случай – яркий пример того, как слова не расходятся с делом. И уже в этом году активисты из Жапкина выставят на премию губернатора нашей Подмосковья вторую часть своего проекта «Теперь в надежде на победу». «Мечтаем нашего водоема туда, в дальнюю часть, сделать остров, обойти и до детской площадки, чтобы как в Венеции. Нужно было на лодке, на катамаране проплыть». «Наши герои вышли на контакт с администрацией района и надеются на поддержку своих инициатив. А если и у вас есть интересный социально значимый проект, подача заявок на соискание премии «Наша Подмосковья» в этом году продлится до 31 июля». Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.